я так рад вас всех видеть сегодня ура наконец-то мы начнем долгожданный семинар который называется эзотерическое целительство часть 2 сразу же хочу вам сказать то что вы слушали на первом семинаре эзотерическое целительство наверно вам понравилось но то что вы услышите на эзотерическом целительстве часть 2 это еще круче во сколько раз в сотню а то что вы услышите на эзотерическом целительстве 3 будет в сотню раз круче тем что вы услышите сегодня на эзотерическом целительстве 2 также этой информации настолько большое количество что даже для того чтобы пересчитать вот эти пункты потребуется сейчас минут 10 поэтому когда начнем сейчас когда закончим честно я не знаю каким образом хотелось бы построить этот семинар его хотелось бы построить с позиции наверное эффективности восприятия то есть методов много я каждом методе постараюсь говорить мало но постараюсь дать их как можно больше сегодня я хочу поговорить отдельно об астральных операциях я расскажу о том что такое черное клише также обсужу вопрос который связан все таки с семинаром сглазы порчи вы наверное уже столкнулись с тем что не получается вытряхивать человека не получается там видеть что-то не получается еще что-то поэтому в самом конце я расскажу как сделать или как наработать у себя специфические приемы которые позволят вам видеть это ярче работать насыщеннее и так далее и так далее все элементы все элементы новообразований можно лечить рукой я буду рассказывать как можно обрести этот талант лечения рукой буду рассказывать все абсолютно обретете если будете делать вот как я скажу 100 дней читать определенную мантру после этого руку к человеку прикладываешь ожоги остаются то же самое в моей жизни начала появляться начал лечить людей и вот с чем столкнулся была у меня вот одного из учеников нашей школы мама ее звали там это нашего димы слабодонюка мама и дима когда-то очень обиделся потому что я от мамы уехал у нее была онкология легкого и на спине остался ожог который после этого превратился в пузырь и который после этого пришлось лечить как ожоговую ткань и дима позвонил говорит ты что там с мамой и делаешь ты ее там свечами палишь или еще что то что ты вообще с ней делаешь но здесь фишка вот чем оказывается когда новообразование большое то после этого когда ты его рукой убил она же стала мертвой тканью согласны с этим а вот куда девать мертвую ткань ведь из нее получается после этого ткань которая гниет отторгается нашим организмом то есть фактически это становится фиброзом это становится каким каким-то каком-то куску большим куском мертвой ткани и в этот момент у человека появляется вторичное заболевание то есть он он к не болеет а болеет куском мертвой ткани который почему-то начинает в нем гнить представляете это как кусок мяса запхнуть человека и зашить да и после этого этот кусок мяса который раньше был живым и который начал становиться мертвым должен мумифицироваться отторгаться появляется заболевание как бы вторичные то есть человек не болеет онкозаболеванием но его видят но видят его не в распространяющейся форме но видят там как кусок того что гниет распадается вот в этот момент очень хорошо как раз не доводить до этого момента или оперировать именно поэтому я говорю что предпосылки использовать окальцинацию вот таких тканей и структур этих предпосылок и это гораздо лучше чем делать даже химиотерапии и после этого делать даже влияние руками уничтожение при помощи рук представляете да поэтому лучше чтобы у человека появился кусок там кальция в организме чем гниющая плоть да мы наверное как целители уже с этим столкнулись наверное кто-то уже пробовал и понимает он к процесса нет но человеку не только не лучше а хуже начинается рвота начинается еще что-то это уже процесс не он к это уже гниение вы представляете в этот момент это нужно оперировать в этот момент нужно давать ему кальций мы вот мертвые клетки они уже кальций не возьмут а вот живые клетки они могут его еще и потреблять понятно да очень интересно да согласитесь итак пишем метод номер 1 работа со струной фуриока что такое струна фуриока струна фуриока это элемент сознания человека который проходит через весь организм человека и является грубо его осознанностью так наше сознание контролирует через вот такую струну или через вот такую ниточку все что происходит в нашем организме как можно работать с собой и как можно работать с человеком по принципу работы через его струну фуриока рассказываю сделать это очень несложно допустим у вас есть человек который очень сильно болеет какими заболеваниями нервными состояниями депрессиями беспокойствами заболеванием суставов заболеванием коленей заболеваниями кишечника онкозаболеваниями чем угодно круто можно ли ему помочь так чтобы он это почувствовал мгновенно сейчас вы представляете можно есть такие методы которые позволяют убрать суставную боль мгновенно сейчас то есть сейчас болит и тут же убираем а также свою какую любую мгновенно как это сделать и так мой подарок для вас первый метод работы со струной фуриока и так как работать с собой первое представляем будто у нас есть струна фуриока знаете да как представлять натягиваем ниточку серебристую или золотистую представляем будто она натянута у нас между нашим за темечком и нашим сфинкером заднего прохода через середину нашего тела понятно после этого а после этого старайтесь расширить эту нить каким образом показывают для этого существует специальное движение посмотрите я вас научу я делаю вздох и после этого ставлю вот так ручки направлением кисти вниз и представляю будто я вот так на выдохе эту нить немножко расширяют так чтобы сюда попало ну чтобы она была не шире моей ладони видите да делаю это на уровне лба на уровне груди и на уровне живота поняли и не шире то есть я это делаю так и поняли и после этого на уровне груди но я представляю эту нить что она расширяется поджелудочной железе и в свинтере заднего прохода поняли то есть во всем моем теле но расширение можно делать только здесь только здесь и только здесь а еще мы ее как я говорил на более продвинутых ступенях не расширяем вверх вверх она идет как вектор судьбы поняли вверх она идет ниткой мы ее расширяем только здесь здесь и здесь то есть три движения делаем на расширение когда работаем с человеком движение на расширение не выполняем понятно да то есть мы человеку делаем это просто в виде проведенной нити фуриока смотрите как я провожу нить фуриока у вот у своего пациента которого зовут таня допустим да я на таню поставил указательный палец сделал вдох обвел вокруг нее шарик три раза помните я рассказывал как это сделать сделал выдох руку убрал запечатала махом хохохри махом хохохри махом хохохри махом хохохри сделал выдох после этого я поставил от ее кемечка и сделал вдох и провел к ее финтеру заднему проходу грубо через нее эту струну фуриока при этом струна фуриока не должна быть очень сильно натянута не зря говорят я так натянута как струна поняли да итак а теперь тайны работы с собой струной фуриока смотрите у меня болит печень или у меня нервное состояние в моем теле или у меня беспокойство что я делаю я беру это вот так руками или мысленно и запускаю эту энергию себе в струну фуриока поняли смотрите болит у меня сустав я делаю вдох поднимаю эту боль и представляю будто она входит струну фуриока и делаю выдох представляю будто у меня больные легкие делаю вдох представляю будто эти легкие у меня вот эта боль или вот эти вот состояния входят и входят они следующим образом я сейчас дам под запись входят они следующим образом с правой стороны они как бы вкручиваются по часовой стрелке а с левой тоже по часовой стрелке а с правой стороны против часовой стрелки а в левой стороне по часовой стрелке видите вот так как я показываю вот так вот так видите вот так то есть у меня нервное состояние справа, вот так входит струну, слева вот так входит струну, в животе вот так входит сюда, вот так входит сюда. Из ног, из ног поднимается, я мысленно поднимаю эту боль, доходит до струны фуриока и вот так вкручиваю струну фуриока. Поняли? Как я это делаю с человеком? Провожу ниточку и после этого выясняю, где у человека проблемы или просматриваю, где на белом фоне появилась темный оттиск вы наверно уже пробовали это делать и после этого вот это беру руками и делаю вот такие вкручивания на выдохе смотрите и запуск еще в данном семинаре вы получите следующую информацию методы работы со струной фуриока которая поможет вам не переносить на себя заболевания человека тайный метод работы с черным клише который дает человеку возможность убрать психические заболевания человека лечение внутренней духовностью уникальный метод который позволяет быстро помогать человеку выздоравливать эзотерический метод зеркала с убиранием негатива из человека их два вида метод всасывания в себя негативной энергии или заболевания по методу тибетскому бон где используется кость или рог или специальная дудка ганлин метод выбрасывания веревки бон это тибетский метод исцеления человека используемый в тантре а также используемые в самаизме метод вдувания иня и яня лечение сладким и горьким как выбирать методы и способы помощи человеку и помощи себе что мы ощущаем когда подводим руки к человеку объяснение сенсорного восприятия энергетического кокона и заболевания как определить это онкологии ли это любые другие заболевания каким образом целитель может быть эффективным и как выбирать свой индивидуальный стиль помощи человеку а купрессура интуит как не зная акупунктурных точек помогать акупунктурно человеку формирование исцеляющего пространства алтаря что необходимо делать для того чтобы спасти человеку его душу тайное слово которое помогает человеку выздороветь метод работы с огнем метод гуни используемые в индуизме панча гуни пять огней как выжигать из человека его заболевания используя свечу лечение онкозаболеваний с помощью эзотерической 5 эзотерического метода шарик шарик влечение суставов узлов великолепный метод судейские внушения с мыслеобразом вырывания метод энергетической химиотерапии метода астральных операций что нужно увидеть на фотографии для того чтобы понять жив человек или нет чем он забыть чем он болеет тантрический метод а шара помогающий убрать внутренние заболевания для того чтобы исцелить внешне тайные манипуляции яркого влияния на человека мозг дреноса эзотерическая практика целительства как развить состояние целителя что для этого необходимо мои рекомендации ряд всевозможных мантр это амрита сандживани мантра которая помогает зарядить траву и постараться лечить и практически все заболевания огромное количество мантр если лечим человека на расстоянии у хотим усилить свою энергию вот это нужно сказать если хотим облегчить боль то вот это необходимо сказать ряд мусульманских обрядов на здоровье с использованием аят а огромное количество интересных рецептов целительства методы помощи другому человеку огромное количество всевозможных рекомендаций все это в этом семинаре целительство часть 2 она и и Редактор субтитров А.Семкин